Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не сидите, а рассидите, как мне быть? Ну, опять же, да, психологи не занимаются тем, что рассуживают, как бы, кому как быть. В данном случае конкретном психологи, что делают? Они помогают людям разобраться в себе и, соответственно, вам нужна, вероятно, помощь. В том, чтобы лучше себя понимать. Вот, вам нужна помощь в том, чтобы лучше себе разобраться, вот, а, как бы, все равно разбираться вам. Что называется, страна, как бы, да? Вот, разбираться, так или иначе, в любом случае, страна вам. Поэтому, тут мне кажется, вы немножечко не совсем понимаете, как работает психолог, как работает психотерапия, в принципе. Дальше. Замужем второй раз, живем 11 лет, и сын 9 лет. Муж не пьет, не горит, очень работящий, безумно любит сына, но псих, когда знакомились и женились, этого не было. Взрываются по мелочам, оскорбляют рукоприклад, что нет и не было ни разу, чьи-то словесного не желают. Началось это, когда ребенку исполнился месяц, видимо, почувствовал мою зависимость от него. Терплю ради ребенка, характер слабый, не решается уйти, да и когда начинает разговор с сыном, он сразу говорит, что не сможет без папы и так далее. Ну так вот, муж нас в последние четыре горя отправлял на море, причем в хорошие места. В этом году никак не вышло, он сам из деревни, но мы не любим туда ездить. Вчера я вышел в отпуск, и до этого шел разговор, что раз моря в этом году не будет, то на 10 дней съездим в деревню на свежий воздух и вообще. Мы должны были ехать 2-го 07-го, но у мужа сорвалась работа на первое и 2-го 07-го он говорит собираться ехать, у меня дела были на вечер 1-го 07-го. В итоге он рад начинает. Чтобы я собирала вещи, уезжала к маме, уже это один. Я звонил свекрови, говорю, что мы с сыном приедем на автобус у 2-го. Она говорит, не надо, так как этот цикл приехал в ярости и просил ее позвонить и сказать, чтобы не приезжала. Я в шоке от свекрови, хотел мне сказать ребенку, что бабушка сказала не приезжать и как вообще быть. Ну, Виктория, давайте будем разбираться последовательно в том, что вы написали. Во-первых, почему девочки? Какие девочки? Психологи не только девочки. Дальше. Судить вас никто не собирается. Как я уже сказал, в принципе и рассудить тоже. Но то, что вы об этом говорите, то, что вы говорите о том, чтобы вас не судили строго, на мой взгляд, связано с тем, что вы испытываете стыд. И вообще может быть склонны к тому, чтобы испытывать стыд. Испытывать стыд, ну, в принципе склонны к тому, чтобы испытывать стыд. Ой. Дальше. То, что вы хотите, чтобы вас рассудили, как вам быть, говорит о том, что вероятно, вероятно, вы не очень доверяете себе. И вот как вы описали, да, что решаетесь уйти, это и страхи какие-то и недоверия себе. Дальше. Замужем второй раз, заживем 11 лет и сын 9 лет. Что между вами и мужем общего? Что вас объединяет? Что вас связывает? Одиннадцатый лет – это большой срок. И есть какая-то основа у ваших отношений, я думаю. А как думаете вы, как вы считаете, есть ли у вас эта основа? Что она из себя представляет? Так, сын 9 лет, да, пишите вы, ну, что у вас есть сын 9 лет. Это очень здорово, что у вас есть сын 9 лет, но мой вопрос будет немножечко не про это, а скорее про то, какое значение ребенку предавали и предаете вы и ваш муж. Вот это, мне кажется, куда более важным, чем то, что вы описываете сейчас. Потому что это просто вот, ну, в данном случае это просто, так скажем, сухие дамы, которые нужно раскрыть и интерпретировать, чтобы лучше понять. Дальше, вы пишите, муж не пьет, не курит, очень работящий, безумно любит сына. Вот, понимаете, здесь какой есть момент. Вот, то, что вы говорите, не пьет, не курит, да, как будто бы, как будто бы для вас важно вот это, что он не пьет и не курит, работящий. Вот, то есть вы это позиционируете как его плюс. Мне кажется, это вам недостаточно, чтобы люди начали быть вместе. Либо это то, что нужно вам. Возникает вопрос, что вам нужно. Стабильность, уверенность, защита, безопасность. Дальше, вы пишите, ну, псих. Смотрите, при всем моем уважении к вам, на мой взгляд, вы довольно редко и, пожалуй, достаточно быстро окрестили своего мужа психом. В том смысле, что человека можно условно считать психом, только если у него есть диагноз. Пока диагноза нет, человека нельзя считать психом. То, что вы его сами, так называете, в большей степени свидетельствует о том, не знаю, замечаете вы или нет, что вы его обесцениваете таким образом. Обесцениваете своего мужа. Вот и все. Дальше. Значит, когда знакомились и женились, этого не было. Взрываются по мелочам, оскорбляют, только прикладки в нет не было ни разу, чисто словесно унижают. Началось это, когда ребенку исполнился месяц, видимо почувствовал мою зависимость от него. Так, Виктория, вопрос к вам. Почему эта зависимость появилась? Неужели один человек может стать зависимым от второго в результате достижения третьим определенного возраста? Честно говоря, я так не думаю. И если он почувствовал вашу зависимость от него, как вы говорите, то первое, что, мне кажется, нужно вам у себя спросить, это то, а почему у меня эта зависимость появилась и что я хочу с ней делать. Может быть, я и выбирал такого человека, который, ну, как-то вот так ко мне отнесется, ну, к моей зависимости, да, и так далее. Это неприятно, то, что происходит с вами, но причиной того, что с вами происходит не только ваша мощь, но и вас самой. И вот с этим, как мне кажется, нужно разбираться. Почему ваш муж почувствовал зависимость вашу? И из чего она эта зависимость, в принципе, у вас появилась? Как она появилась? Терплю ради ребенка характер слабый, не решаюсь уйти. Ну, здесь вы поднимаете вопрос своей мотивацией. Считаете ли вы, что подобные психи скандалы, в смысле, позитивно влияют на ребенка? О чем вы сами в конце говорите, что, что мне сказать ребенку, что бабочка сказала не приезжать? То есть это, это вот то, что вы получаете, терпя ради ребенка. Поэтому, отдаете ли вы себя отчет, что нельзя выстроить отношения через жертву? Отдаете ли вы себя отчет, что вы подменяете в данном случае понятие, говоря, обрадывая то, что вы чего-то боитесь? Ну, как бы, страхом, страхом за твоего ребенка. Или, там, оправдывая то, что вы боитесь тем, что не хотите лишать, как вы говорите, ребенка семьи. Дальше. Характер слабый, не решаясь уйти. Что значит слабый характер, хотелось бы узнать, потому что характер, вообще говоря, не панацея, и его можно изменить. Не решаясь уйти, чего вы боитесь? Когда начинается разговор с сыном, он сразу говорит, что он не сможет без папы. Но без папы и не нужно быть. Потому что если вы уйдете, папа у него останется. То есть... Да, и почему вы говорите об этом с сыном? Такое ощущение, что вам поддержки от него нужны. Конечно, делиться со своим ребенком своими переживаниями можно и нужно, но... здесь есть и аспект результативности, скажем так. И в данном случае я бы сказал, что это результативность, когда вы обсуждаете с ребенком свою личную жизнь. Выглядит не лучшим образом, к сожалению. Поэтому давайте как-то вот без ребенка этот вопрос решать. Совершенно не нужно никому ничего терять. Совершенно не нужно никому ничего, ну, грубо говоря, лишаться. Да. Вот. То есть если вы уйдете, то ребенок не станет, так скажем, ну, без отца. Ребенок не будет без отца. Ребенок не будет без папы. Напротив, может быть, общение с отцом выйдет на новый уровень. Благодаря вот тому, что больше угрожать ничего не будет. И нервировать тоже мужчину ничего не будет. Дальше. Муж нас последние четыре года отправлял на море. Ну, вот это вот немножечко смыше, да, что муж брал и отправлял. Вот. Все-таки вы самостоятельные люди. Причем в хорошие места. В этом году никак не вышло, он сам из деревни, но мы не любим туда ездить. Почему? Вчера я вышел в отпуск, до этого шел разговор, сто раз моря в этом году не будет, и на десять дней съездим в деревню, так как я живу за их вообще. Шел разговор со стороны кого? Кто инициатор? Как это все происходило? Мы должны были ехать второго числа, но у мужа сорвалась работа на первое, и второе он говорит собираться и ехать, у меня дела были на вечер первого. Это непонятно, у кого дела, у вас или у него. В итоге она начинает бороться, собрала вещи и уезжала к маме, уезжает один, к своей маме, к вашей, к его. Я звоню с утра, говорю, что мы с сыном приедем на автобус второго, она говорит, не надо, так как этот псих приехал в ярость и просил ее позвонить и сказать, чтобы мы не приезжали. Это вы называете мужем психом или она? Почему псих? Я в шоке от своей крови, что она сделала не так? Просто передала вам слова мужа. Что мне сказать ребенку, что бабочка сказала мне приезжать? А вы-то сами что чувствуете? Вы о ребенку думаете в первую очередь? Ребенок еще достаточно взрослый, у вас, ему девять лет. Он, конечно, еще не подросток, но уже достаточно. Дальше. Вы говорите, что у вас брак второй. Первый брак почему-то распался. Как правило, подобные вещи не происходят бесследно. Ну, не проходит бесследно, скажем так. И вам необходимо разобраться в том, что привело к распаду первого брака, именно, что называется, с вашей стороны. То есть, вы в какой вклад внести в то, что брак и вас попался. Это первое. Второе. Вы говорите, что муж начал с вами себя вести так, потому что подчувствовал зависимость. Не видите ли вы в этом никакую проблему своего поведения? То есть, муж стал психовать, как сказал мой коллега, в отношении к вам. Потому что так он реагирует на вашу зависимость. Так, может быть, его ваша зависимость не очень сильно радует, как вы сами в данном случае считаете. Вот, хотелось бы этот момент, наверное, разобрать. Потому что, мне кажется, это важно. Вот. То есть, понимаете, да? Ну, как бы, о чем идет речь, речь идет о том, что вам необходимо более осознанно, как мне кажется, относиться к себе и к своему поведению. Вот. А то сейчас получается некая такая ситуация, где есть мужчина, который обратительно себя ведет по отношению к вам, но вы терпите разорберка, то есть приносите себя в жертву, по сути дела. Вот. И как-то вот, и как-то вот все, понимаете? Поэтому не мудрено в данном случае, что вы чувствуете себя зависимым. Потому что, судя по всему, вы достаточно серьезно испытываете трудности, когда нужно принимать решение самостоятельно. Вот. Понимаете? Это очень важно. Ну и то, что вы, в принципе, находитесь в деструктивных отношениях с мужем, где есть треугольник Карпмана, также ситуацию, конечно, не облегчает. Не делает ее проще, не делает ее легче. Вот. Так что со всеми этими моментами нужно разбираться, как вам вообще быть. Я думаю, что для начала поработать над самооценкой и страхами. А дальше уже, в принципе, будет видно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!